Так стараешься, да, Сонь? Угу, я стараюсь. Немножко я тут покатила жертву. Соня любит рисовать, собирать пазлы и играть с друзьями. Четырехлетняя девочка даже тренируется на бойцовских перчатках. Кажется, перед нами обычный ребенок. Но на самом деле у Сони страшный диагноз. Мы прошли химиотерапию. Вот, рост опухоли неробластомы удалось остановить. Но полностью она так и не ушла. И поэтому специалисты приняли решение провести имбиджи-терапию. Это радиоактивным йодом. Когда йод радиоактивный, вот этот водишь ребенку в организм, клетки как бы изнутри облучение дают. И это хороший шанс на выздоровление. У Сони есть все шансы выздороветь. Но для этого необходимы дорогие медикаменты. Причем именно заграничные. Такой препарат делают под каждого конкретного больного. Очень важно согласовать. Примерно две недели нужно от этапа того, что уже назначили, подтвердили эту терапию. До момента, когда уже будут ее применять. Вообще, после этой терапии для Сони планируется аутотрансплантация костного мозга, то есть собственные клетки. Чтобы купить такой уникальный препарат, фонд Искорка объявил сбор средств. Необходимый миллион благотворителей перевели в рекордные сроки. Теперь появилась новая проблема из-за закрытия границ, связанного с пандемией. Медикамент не могут привезти из Венгрии. На обычном борту перевозить радиоактивное вещество нельзя, а специальные рейсы сейчас отменены. За короткий срок с помощью наших благотворителей, частично с правительством области, была собрана необходимая сумма на закупку препарата радиоактивного йода. Но в настоящий момент Соня не может получить эту терапию. О проблеме рассказали уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой. Южноуральские благотворители надеются, что в Москве смогут решить вопрос с доставкой медикаментов. Тем временем Соня не теряет надежды. Ее родители уверены, девочка победит свою болезнь.